здравствуйте дорогие радиослушатели и всех кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самые популярные радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий прумер а сегодня мы беседуем с человеком который в конце 80-х годов показал всем советским людям что телевидение может быть очень и очень интересным российский журналист режиссер телеведущий продюсер владимир мукузев владимир викторович добрый вечер здравствуйте всем владимир викторович большое спасибо что вы согласились нами побеседовать в этот для вас очень позднее время нам очень важно узнать ваши оценки сегодняшнего телевидения ну и немножко поговорить о прошлом владимир викторович есть такое понятие спрос и предложения сегодняшнее телевидение мы им интересуемся российским телевидением смотрим многие программы и как нам кажется она не настолько интересная даже можно сказать что бедная в каком-то смысле но вместе с тем люди смотрят это телевидение как бы вы оценили сегодняшнее российское телевидение что вам нравится что вам не нравится плюсы минусы вы сказали людям интересно люди смотрят но ведь люди это и тем кому сегодня там пять шесть и которые пробегают мимо экрана и с удивлением смотрят чё это старики с ума сошли экран то он в руках у меня чё они сидят и смотрят и тем кому как и нам с вами не скажу сколько но очень много лет так вот эти разные люди они конечно же смотрят разное телевидение кто-то в силу привычки потому что это как извините у собаки павлова таск 9 00 программа время сейчас мне скажут чего-то произошло в стране и это столько десятилетий вбивалась или там ну не вбивалась во всяком случае я к этому был причастен мне очень не хочется себя за это ругать но тем не менее я привлекал внимание и кроме всего прочего ведь и смотреть то больше было нечего одна программа на 280 миллионов людей плюс еще там две-три программы местного как мы говорили телевидения но главное это ну что местное ну чего они там могут а вот москва это так вот это я говорю о старшем поколении старшее поколение смотрит телевидение по привычке среднее поколение которое казалось бы во время перестроечных дел вот во время тех событий о которых вы определили как я показал давайте слово я заменим на слово мы потому что телевидение это всегда мы вот даже вас двое если вы будет драться вы же меня сделаете все равно так сказать это мы так вот это даже перестроечные времена будучи молодыми людьми почувствовавшие этот самый воздух свободы который вдруг дохнул из этого затхлого ящика под названием советский телевизор они сегодня смотрят федеральные каналы где ничего кроме пропаганды которая никому не нужна кроме власти нет ну практически нет конечно есть блистательные развлекательные передачи я имею у вас простите господа капиталисты так вот я к тому что это удивительное превращение вот этих людей которые как бы вот смотрели взгляд смотрели мукусиво смотрели до и после полуночи смотрели 600 секунд там или пятое колесо ленинградского тогда еще или санкт-петербургского телевидения вот они все сегодня смотрят то то есть потребляют то что уже один раз 70 лет ели вот это переваренное уже дерьмо пропагандистское к сожалению так сказать привлекает огромное количество людей и вот это поразительно это ведь говорит не о людях плохо это говорит насколько больна страна и как это сложно оказывается вылечиться от 70 лет такого советского ковида это не происходит в одночасье и четыре перестроечных года оказалось крайне мало и виноваты в этом в том числе и ваш покорный слуга потому что после взгляда я стал депутатом верховного совета 2 миллиона человек в москве в москве а не где-то так сказать там на окраинах где телевизор был так сказать вот некой иконы сказали мукусиво ты хороших людей спрашивал о чем-то сам что-то умное говорил вот 13 человек у нас бюллетене мы вычеркиваем 12 человек мы вручаем тебе мандат народного депутата руководить страной и что сделал я я я возрадовался я похлопал на дочь думаю что делать уже сделано не подозревая какая какая чудовищная пропасть нравственная экономическая политическая то место в котором находится моя родная великая любимая и несчастная одновременно страна вот почему так сказать говоря о телевидении мы не можем отделить телевидение и людей так сказать от всех проблем многих десятилетий которые уже прошли мы вернулись туда где были в начале там семидесятых конце может быть семидесятых годов медленно но верно возвращаемся и когда говорят что в россии или вообще в принципе надо жить долго я этому радуюсь я хочу жить долго но это и плохо потому что я с ужасом понимаю что миллионы людей которые были превращены в лагерную пыль миллионы людей которые делали страну великой счастливой и так далее которые работали 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 там не подозревая так сказать о том что существуют страны где есть полные прилавки где нет проблем и дефицит и тогда они любили свою страну защищали в конце концов и от фашистов и к сожалению они увидели что мы снова возвращаемся туда до прилавки скажите вы ну а супермаркет и мы укусим что-то нам врешь на же супермаркет и мы же видели как у вас оказывается колбаса это не демократия и колбаса это не свобода и она не заменяет ни того ни другого а владимир викторович просматривая вашу биографию на википедии я обнаружил что ну вот просто одной передачи будет очень мало у вас такой жизненный путь это просто трудно описать давайте мы вернемся на 34 года назад и выражаясь историческим языком я бы спросил вот например антисоветская телевизионная шпана и примкнувший к ним укусив правильная трактовка ну вы знаете это все равно что сказать что женщина родила ребенка а потом примкнула к нему меня простите если вы о взгляде да конечно о взгляде конечно за год до выхода первого выпуска в эфир а он состоялся 2 октября 87 года восемьдесят шестом году за год эдуард михайлович сагалаев бывший главный редактор молодежной редакции центрального телевидения гостелерадио примерно десятерым ведущим тогда сотрудником редакции режиссером и журналистом в том числе и мне предложил подумать о новом проекте как бы сейчас сказали тогда слова как не звучало о новой передаче и сказал он буквально следующее мукусик вот я же вижу как ты смотришь на меня когда мы принимаем твою очередную передачу там мир и молодежь или двенадцатый этаж или телебасты и там с америки там не важно что то там делать ты же видишь как я разговариваю при этом с высоким руководством гостелерадио и как ты меня ненавидишь в этот момент потому что я говорю что это убрать это убрать это убрать потому что центральное телевидение состояло тогда как бы из двух частей людей которые делали передачи людей которые их резали цензурировали цензура была официальной так вот я тебе предлагаю мукусик нету больше цензуры вот все что ты хотел все что у тебя в портфеле редакционном все что у тебя в голове снимай я даю тебе на это год снимай делай никаких ограничений все можно это был так странно восемьдесят шестой год всего за год до этого михал сергей горбачев для меня в то время старый человек ну 50 лет но старик что он там новый губошлёп то сказать какой-то кремлёвский но сейчас он будет на ляля то поля про решение съезда жизнь а я как журналист делал две передачи одну передачу на встречу съезду вторую передачу решение съезда в жизнь я же знал так сказать что можно ждать из кремля и вдруг я услышал слова ребята у нас застой слова застой вот сейчас вряд ли наши слушатели зрители понимают ну и что ну застой но это слово только еще более грубой форме говорилось на кухнях шепотом потому что мы строили коммунизм как это может быть застой если мы строим коммунизм и страна наша победила вообще все на свете и построила разбитой социализм как он называли вот этими двумя горбатыми словами так вот это было всего зада ничего не изменилось ничего не какая там перестройка и так далее но сагалаев и еще несколько человек в гостеррадио а может быть и не только в гостеррадио они услышали гробачёва еще одно слово гласность михаил сергеевич попросил помощи от самых разных людей от страны от нас журналистов он попросил гласности он как никто понимал тогда вернее многие кто был наверху тогда при власти и кто то сказать не потерял головы что страна находится на на абсолютном рубеже на краю не только политической и экономической а нравственной пропасти что те проблемы которые загонялись с помощью кгб с помощью специальных структур с помощью пропаганды в глубину они переполнили чашу терпения и людей и страны в целом мы стали превращаться такую кастрюлю с закрытой крышкой он михаил сергеевич с помощью сагалаева обратился лично камнях володя букусик ты помоги нам ты расскажи стране чего мы задумали чего мы хотим а хотим мы перестройки хотим бы ускорение мы хотим построить страну удобно не только номенклатуре не только миллиону человек которые у все хорошо у которого нет проблем и там дефицита и всего остального а мы хотим чтобы те 270 миллионов которые в стране жили если не так же хорошо но во всяком случае уж точно прилично как положено жить в цивилизованной стране в двадцатом веке в стране победившей между прочим фашизм а получалось так что победители жили хуже побежден вот ведь парадокс был ситуации и вот это вот идея не говорить все как бы вам сказать такую не вседозволенность а а стать толмачами того что задумали в кремле стать переводчиками того что задумали в кремле стать связующим звеном между кремлем и людьми вот идея тогдашнего руководства кремля и прежде всего горбачева и его помощника александра яковлева вот понимаете это было за год извините что так долго и нудно на ваш взгляд говорю это было за год до первого выпуска который вышел в эфир еще безымянные тогда передачи которые которые ненавидели прежде что газетчики то что они вынуждены были писать программки передач еженедельная информационно музыкально развлекательная передача для молодежи писать для газетчиков бред писать какое количество так сказать места мы занимали у них там в газете так вот мы придумали все мы стали снимать материал многие материалы снимались долго некоторые снимались мгновенно мы придумали студию которая не студия на самом деле а комната вернее даже квартира квартира в которой есть кабинет там для серьезных разговоров на какие-то экономические политические темы гостиная где можно с гитарой спит так сказать какие-то интересные вещи есть кухня та самая кухня вот вы то 60 помните что такое кухня там происходила настоящая перестройка там происходила настоящая жизнь там происходило все то что потом превратилась как ни странно в огромное движение под названием демократическая россия и шестидесятники прежде всего родились там на кухне вот эта кухня она перекочевала к нам в центральное телевидение и мы решили что эту самую замечательную квартиру должны не только так как бы искусственно насаждать какие-то приходить туда какие-то люди а там реально должна быть молодая пара он и она молодые ребята которые искать вот принимают всех этих гостей и все мы у нас все было хорошо до восьмого марта восемьдесят седьмого года когда в эфир вышла передача до и после полуночи где да не было квартир на была замечательная панель за которой сидели молодая пара мой вечный конкурент и соперник по эфиру володя молчанов блистательный журналист и его подруга сидоров и и мы поняли что мы проиграли потому что но если бы мы вышли через месяц после этого и там было бы в этой квартире тоже молодая пара и говорили примерно о том же набор был бы сюжетов то же самое было бы все неверно и мы судоро стали искать выход из создавшегося положения и выход этот подсказал опять же эдвард михайлович родилась идея а что если убрать традиционную пару ведущих он и она что если паскать на превратить эту квартиру практически в студенческое общежитие что если набрать туда ребят например четверых бетловскую четверку и ребят которые без галстуков в отличие от нас еще так сказать имевших вот это родимые пятна комсомольские всяких там партийных съездов и всего остального а что если они будут абсолютно раскованы не только внешне но и внутренне они не будут журналистами они будут такими же как их смотрят как те кого мы хотели бы так сказать привлечь к телевизорам в то время молодежь которая да плохо разговаривает да не умеет общаться с камерой но они они страстно хотят узнать чего вы там в камне задумали в кремле чего вы там хотите ребята вот такую четверку мы искали достаточно долго я был практически во всех факультетах журналистики всех институтов которые были тогда в москве я был в гитисе в обеке так далее и вот рассказывал прямо на то что рассказал сейчас вам меня слушали и говорили ребята когда когда в эфир когда когда мы хотим мы хотим вести я говорил ребят это сложная штука мы вас сначала будем долго долго адаптировать до этой студии долго-долго будем вас учить брать интервью разговаривать с камерой и так далее это скучно так это не завтра это через месяц так через год не мы слава богу у нас была хорошая хорошая связи с такой маленькой организации транзас и на вещание потому что гостиль радио еще и была пропагандистская организация которая работала на зарубежные страны и вот в этой самой в коридорах этого самого и навещания были найдены четыре молодых парня которые ходили там приносили бумажки туда-сюда разные образования так но они дружили были знакомыми то олег пополовский саша любима владик листьев и дима захаров вот этих четверых буквально за два месяца до эфира судорожно ища так сказать в их это создавшуюся положение мы пригласили в качестве ведущих это был прорыв мы считали что мы вытащили золотую рыбку к сожалению это была наша огромная ошибка которая закончилась страшно 1 марта 95 года когда 1 из них убили это был владик листик но это как бы говорится совершенно другая история и 1 доска 2 до октября 1987 года вот мы и вышли первый раз в эфир с ребятами которые это сказать были как бы альтернативой до и после полуночи владимир викторович вот президент россии владимир путин сказал что развал с это геополитическая катастрофа а как вы относитесь к развалу с я к любому развалу отношусь плохо вы знаете вот я был на четырех войнах развал это всегда разрушение когда умирает там здание город даже страна это еще можно восстановить но ведь развал это еще немножко смерть это всегда смерть поэтому я к этому отношусь плохо тоже касается развала страны понимаете вот история любой империи в том числе и советского союза она ведь похожа на все предыдущие с деталями конечно другими с какими-то там нюансами там национальными территориальными временными да какими угодно но к развалу страны надо относиться именно как жизни человека пришла пора умереть и советский союз умер и надо отдать ему должное я там родился я там выучился я там женился у меня родились дети это моя страна не горько сознавать что ее нет но тоже горько сознавать мне что у меня нет родителей а уж тем более бабушек дедушек владимир викторович мало кто знает что вы обладатель высшие телевизионные награды сша премии эмми а все знают что никита михалков обладатель высшей награды кино оскар ну это американская киноакадемии а никита михалков сегодня человек близкий к власти и ну свой человек патриот патриот а а вот вы нет почему так я не патриот я слово патриот беру в кавы в кавычки в этом смысле не выхожу так сказать на красную площадь сейчас с портретом путина и кричу путина так сказать цари ну это такой провокационный вопрос естественно вы же понимаете а а никита сергеевич к сожалению вот поэтому это как бы меня два человека два человека один удивительно тонкий точный глубокий режиссер создатель утомленного солнца перед фильма который ну но так точно определил всю суть сталинского союза и предопределил его финал и конец это вот один михалков и там еще масса других фильмов и и и так далее и так далее так далее то есть глыбища такая кинематографическая глыбища которую надо при жизни изучать и так далее так далее и вот как будто бы вот он прости меня господи вот умер и родился какой-то другой на его место человек вот на его место также одет также говорит с такими же усами и так далее но совершенно другой человек который всем что он делает вот после того как он сделал эти фильмы он отвергает себя предыдущего он перечеркивает свою жизнь он перечеркнул практически все то зачеркнул все то что сделал как гениальный вот вот слово другого не подберу и я тут без пафоса это говорю гениальный режиссер и прекрасный кстати актер при всем притом уже был у меня во взгляде я же знаю этого человека еще и таскать вне камеры вне телевизионного экрана почему это произошло что что с ним случилось почему все что он делает сегодня вызывает отверг а объясняет он это сам и объясню для меня сам посмотрите его фильмы последних лет бог лишил его таланта самое страшное что мог сделать бог и как наказать его за это он и сделал ну простите что я от имени бога компанию свою но но казалось бы да вот творил он такие же масштабные ленты как он творил вот до этих всех истории так сказать путинской россии я бы к нему прислушивался я подумал не могу ты не прав со своими свободолюбивыми мыслями так далее посмотри что делает этот великий человек и раз он говорит что путина при царе ну прав прав михалков надо во всяком случае прислушаться к нему слушать его понять почему-то а когда он ничего не делает как режиссер а вся его весь его пафос так сказать этот долой и и и и даешь вдруг он превратился в пропагандиста кремлевского чего ну тут ну уровни не знаю там ну вот мерзости самая какая-то ну славьева там за киселева будет братьев скобеевых да вот так вот это все так сказать вот это куча так сказать пахнущего так сказать субстанции да и вот он рядом и и это другой человек я не верю что это один и тот же человек если бы у меня был взгляд в руках да я бы извините не слез с него я бы из него вытащил это что случилось никита сергей вы что с ума сошли мы же с ярмарки с вами едем вы понимаете что вы перечеркиваете все то себе то что сделали то что сотворили вот слово тут очень важно творили а так сказать тем что делаете сегодня но никто его этого не спрашивает почему потому что сегодняшний михалков выгоднее власти тем тот из утомленных солнцев из родни из механического пианино и даже из свой среди чужих и чужой среди своих вот тот михалков не нужен не важен он вреден он опасен как и сотни других людей но которые не пошли на поклон власти а которые сказали нет и сегодня они так же как я вот сидим на диване с вами разговариваем либо там преподаю ну кто-то ушел в алкоголь кто-то вообще из жизни такая беда в нашей стране чего-чего а людей то мы не жалеем владимир викторович мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и через пару минут вернемся не отключайтесь очень интересно беседовать подождите нас пожалуйста мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ее ведущий эдуард румер и геннадий и мы продолжаем беседу с российским журналистом продюсером режиссером владимиром макусим владимир викторович вы с нами вами до какой степени продали владимир викторович вот по закону цензура вроде бы в россии запрещено но вместе с тем многие зарубежные фильмы не получают прокат на удостоверение многие документальные фильмы которые показывают ну касающиеся войны которые показывают зверства фашистов они ретушируется и как то даже нельзя посмотреть такого не было в советском союзе как вы относитесь к цензуре и вот тому что сейчас происходит это это цензура не цензура собственно вы ответите на этот вопрос потому что вы сказали в законе цензура запрещена я не просто законопослушный гражданин я законодатель хоть и бывший так сказать законодатель расстрелянного парламента ельцином но тем не менее так сказать вы сказали закон ребята это не просто закон это главный закон страны запрещение цензуры зафиксировано в конституции российской федерации также как запрещение любой идеологии тогда это извините за этот такой неожиданный экскурс так сказать закон обедение так вот конечно же я на к этому отношусь плохо то есть просто но я вижу за этим за самое страшное что может быть вот мы во время перестроечных этих взглядовских дел и не только в грядустей мы приоткрыли нашу историю и как мне кажется создали тем самым целое поколение как вы назвали это слово я его сейчас употреблю патриот потому что если ты о своей матери узнаешь не только красивые какие-то вещи написанные там к дню рождения или там еще к чему-то но еще что стоило тебя вырастить что пришлось маме пережить и это ведь не всегда приглядная страница ее жизнь разве становится мать от этого менее уважаем наоборот она становится более любимой и у тебя возникает больше желания знать о прошлом твоей страны твоей семьи твои мамы для одной простой вещи для того чтобы не повторить ошибок не повторить потому что ну что ж какое-то одни и те же грабли мы встаем с периодичностью так сказать несколько десятилетий вот понимаете цензура это очень ясное и четко такое какое-то определение сегодняшней россии как россии прошлого россии той где было запрещено слово вы говорите в россии в советском союзе не было цензуры она была еще более жесткая но тогда еще живы были ветераны и они не были так сказать портретами во время этого самого бессмертного полка шествия они не были так сказать обитателями извините кладбищ и памятников они были в силе они победили фашизм ребята и если вы о нас будете плохо говорить мы морду набьем а не пойдем жаловаться там куда-то вот эти ребята были при власти поэтому такие люди как чухрай такие люди как ты даровский они творили не просто так сказать придуманную историю там про панфиловцев или там про еще что то так сказать без чего не может обойтись безусловно так сказать война и пропаганда но они творили правду они творили историю о наших горьких в том числе трагических и горьких страницах нашей жизни жизни страны сегодня этих людей нет некому набить морды тем кто переписывает сегодня не написанную историю вот ли что ужасно ведь мы добивались в том числе и добились от ельцина тогда одного из нас мы добились того что начали открываться архивы в том числе и спецслужб ведь то что касается чудовищных преступлений касающихся массовых репрессий и не только тридцатых годов а вплоть между прочим до восьмидесятых годов не надо забывать какое количество людей вынуждено было уехать и так далее так далее я сейчас даже не а диссидентах не буду вот эти вот аппендиксы так сказать свое это тело рассказа показывать я просто к тому что вот вы задали очень важный вопрос мы очень боимся своей собственной истории мы очень хотим чтобы вот наша страна никогда в жизни не задумывалась ну во всяком случае большинством мыслящих людей не задумывалась во всяком случае это не стало предметом обсуждения как страна пережившая гулаг могла выбрать себе главным начальником чекиста понимаете тут не важна фамилия мы должны в этом разобраться мы что потеряли инстинкт самосохранения как скажете вы ну разве может большая страна там без спецслужб конечно обязательно и я жив пройдя войны благодаря тому что рядом со мной чуть-чуть в стороне всегда был человек готов и умереть за меня и он как раз представлял эти самые спецслужбы понимаете то есть я не про это я про то что мы как мне кажется потеряли немножко инстинкт самосохранения мы вы вы перестали верить в то что вот это страшное то что было отчего мы как бы ну было и было что это может повториться и как мне кажется мы предверье таких событий если они уже не наступили владимир викторович википедии написала что у вас достаточно критическое отношение к владимиру позднеру абсолютной звезде советского телевидения а почему все-таки так если можно коротко как бы так схематично потому что у нас передача скоро будет подходить к концу мы много вопросов понимаете человек с биографии владимир владимирович я не его сейчас талантов я просто очень много с ним работал мы делали вместе теле мосты с вами с америкой и я немножко знаю его я про другое давайте мы поздно войдем в козел в кавычке вот почему в те годы когда он вернулся вместе с отцом вернее отец его принес советский союз с его биографии с его бэкграундом как бы сказали бы да нельзя было стать не то что студентом мг у нельзя было стать я не знаю студентом кулинарного техникума в урюпинске а он поступил в мгу а мы то знаем что отдел кадров мгу и отдел кадров лубянки это был отдел отдел кадров поэтому вот когда так сказать люди вот с этой биографии повторяю владимир владимирович так тут может быть не очень типичный пример я не иду поздно учит нас родину любить учат журналистике учат говорить правду учат говорить как надо задавать вопросы и и и читая так сказать некие у него что удивительная способность он плохой журналист вся его журналистика создана тем что ему готовят несколько цитат из интервью тех людей кого к нему приглашают или он приглашает к себе на передачу вот вы сказали что волга впадает в каспийское море а что вы под этим подразумеваете и делать многочисленную много такую домную паузу и человек так сказать отвечает почему он считает что волга впадает каспийское море вот вся журналистика поздно поэтому я повторяю это неважно какой уже не важно чего я просто потому что очень важно чтобы когда ты выходишь на экраны тем более на огромную аудиторию как выходили мы а все-таки аудитория это было 280 миллионов человек то что ты говорил полностью соответствовало тому что ты думаешь и тому что ты сделал в жизни а когда ты живешь в этом смысле двойной жизнью я тебе не верю не имеешь не имеет права на экране быть человек который живет двойной жизнью а сегодня других на экране владимир викторич вот когда мы смотрим российские пропагандистские передачи вот вы недавно сейчас упоминали фамилии владимира соловьева киселева супругов скобеевых я всегда задаю один и тот же вопрос если у этих людей совесть потому что то что они говорят на мой взгляд это бессовестно как вы думаете вы абсолютно не правы у них огромная совесть потому что а иначе бы они не были миллионерами они продали свою совесть за такое количество бабла и за такое так сказать вместо вот в том так сказать вот этом ящике который называется сегодня телевидение что я с вами не соглашусь это очень богатые на совесть люди а владел викторич задам вам а quiz до опросник такой короткий чтобы быстро ответить а я задаю вопрос вы отвечаете что он больше нравится в мире животных или клуб кинопутешествий мире животных владимир молчанов или владимир позднер молчан а никита михалков или корен шахназаров когда я скажу не знаю а горбачев или ельцин горбачев ну владимир викторович продолжая у нас еще довольно достаточно много времени и поэтому продолжая разговоры телевидении владислав листьев человек который был лицом того телевидения улыбчивый умный интересные имеют внешне интересные и вдруг происходит такое преступление он погибает для вас его гибель была вдруг или к этому все шло и на ваш взгляд найдены ли исполнители и заказчики преступления начну с конца через полгода после убийства я был очередной раз приглашен не вызван а именно приглашен на беседу они на допрос к первому следователю по особо важным делам борису уварову который вел это дело и мы разговаривали часов шесть и он показал мне газету который он наконец рассказал кто убил влада вернее попытался рассказать а главное он попытался рассказать кто и как ему мешают мешают расследовать эту историю и самое страшное что он сказал что и он назвал фамилию он сказал что ведь влада заказали его ближайшие друзья тот кто громче всех плакал на его могиле и стоя у его гроба он повторил ровно то что сказал мне до этого на похоронах лазика великий журналист и режиссер создатель передачи что где когда владимир я кричу ворошил я подвозил его после похорон домой он вышел и нагнувшись ко мне сказал а ты знаешь почему убийц владика никогда не найду сказал владимир яковлевич как-то никогда никогда то что они ближе всех станет кровь их никто не видел вот понимаете ужас ситуации в том что что мы знаем эти фамилии но мы были своими плохими журналистами а я был бы очень плохим преподавателем журналистики а все-таки занимаюсь этим почти 20 лет если бы и мы сейчас стали называть какие-то фамилии и так далее потому что есть 14 статья уголовно-процессуального кодекса российской федерации преступником может назвать только человек по приговору суда вступившего законную силу я с этого начинаю курс журналистского расследования и не потому что я боюсь кого-то или чего-то там боюсь но мы должны быть предельно здесь аккуратны почему потому что живы родные и близкие влада живы его друзья многие им будет очень больно понимать что много лет они общаются с его убийцей владимир викторович вы награждены интересной кроме ими награждены интересной премией прочитаю называется за премия имени юрия антропова за выдающийся вклад в обеспечение безопасности российской федерации а какой я объяснял эту историю история простая во первых это не государственная награда а награда странной организации под названием академия проблем безопасности обороны и правопорядка это такой клуб из старых соскорей из мбд кгб прокуратуры и так далее вот эта организация этот клуб узнав о том что я 30 лет но в то время когда я был награжден медалью 20 лет я искал убийц своих друзей витяна гена и гена куренова в югославии и нашел этих убийц и вот эта история история моего журналистского расследования который длится до сих пор история которая имела промежуточный этап виде награждения путиным ребят посмертно орденами мужества я добился этого все-таки два года назад вот эта история и заставила этих соскорей повторяю так сказать пенсионеров людей которые всю жизнь занимались правоохранительными делами в том числе и парень и кгб вот присудить мне эту медаль но кому они присудили и нашей комиссии комиссии верховного совета которая была организована специально для поиска и расследования этого преступления в комиссию я включил двух полковников кгб благодаря которым мне удалось найти убийц и выжить тогда в сербской краине в этой абсолютно бандитском образовании где-то сказать я искал этих самых убийц один занимался моей безопасностью второй занимался вместе со мной так сказать самими поисками как я мог предать этих людей благодаря которым я не просто нашел убийц а я выжил в этих условиях и я принял эту награду я принял и они для них премия андрохова для чекистов из разных управлений но все как паузер дежинского это это же ну как же а если бы сказал нет ребят я журналист меня меня могут еще кто-то подумать что я там стучал или этом да плевать не на эти все досужие разговоры предать этих ребят я не мог даже как никого своей жизни я не предал и может поэтому на 30 лет безработный как журналист владимир викторович а нынешние российские политики говорят об особом пути россии вы видите мы не очень понимаешь такой особый путь россии может вы нам расскажете как вы это видите и есть ли он вообще давайте мы опять вспомним о моей налоге может быть она не очень грамотная но если считать что путь страны это путь одного человека то я не знаю если есть у россии особый путь когда бы она жила вечно я за этот путь но боюсь я что россия через какое-то время станет перед той же проблемой перед который встал ссср в конце 70-х годов я боюсь что я не знаю как это будет называться но впереди нас ждет перестройка 2 но самое страшное что может произойти это то что если во время пред развальной ситуации в стране схлестнулись в смертельной схватке две идеологии коммунистическая и кипиталистическая и победила вторая то перестройки 2 схлестнуться бабки бабло капиталы а тогда я очень боюсь что масштаб тех денег которые были украдены за последние 25 лет таковы что без крови к сожалению эта ситуация вряд ли разрулится вот чего бы я не хотел и чего я серьезно опасаюсь думая перестройки 2 владимир викторович какую песню написал бы прекрасный композитор константин листов о будущем россии ваш тесть чтобы все наши радиослушатели знали об этом был такой прекрасный композитор какую была песню написал бы он ее написал сорок втором под москвой это землянка до тебя мне дойти нелегко до смерти четыре шага вот мне 70 в этом году я не знаю сколько шагов где осталось на этой самой печальной истории в моей жизни но она неизбежна поэтому я к этому отношусь казасовский четыре шага а какие они будут длинные или короткие владимир литвич перед тем как задать еще один вопрос мы хотели бы вас поздравить с этим юбилеем мы не хотели отзвучивать ваш возраст ну коль вы сказали уже сами мы вас поздравляем с этим юбилеем и желаем вам до 120 до 120 дожить да да если вы наберете фамилию укусит любом поисковике боюсь что из всех тысяч сообщений там 999 аппетит случаях там написан возраст нет может быть просто люди наши не не всегда интересуются поэтому для наших радиослушателей еще не пришел интернет я понимаю мы вас мы вас от всей души поздравляем с этим прекрасным юбилеем вообще все говорят о том что возне возраст это как человек себя чувствует а мы так смотрим вы смотрите очень хорошо так что еще раз под наши самые теплые поздравления и пожеланиям у нас это это буквально две минуты владимир викторович а михаил горбачев на ваш взгляд великий человек безусловно и я думаю что мне бы очень хотелось чтобы мы оценили его при жизни в таком случае я сделал это в своих книжках как мог но повторяю у меня давно в руках нет той той силы того ну что ли той возможности который давал мне взгляд чтобы отдать дань этому великому безусловно политику наверное одному из крупнейших политиков двадцатого века владимир викторович и последний вопрос там уже показывает что надо закрепляться а владимир мукусев будет иностранным агентом знаете вы уже сказали про эмми тем более пообщавшись с вами двумя представители цру безусловно большое вам спасибо за это интервью мы очень рады что с вами побеседовали надеюсь это не последняя наша беседа желаем вашей семье и вам лично всего самого лучшего и самое главное здоровья берегите себя еще раз спасибо большое спасибо взаимного всего хорошего спасибо